Долгая дорога В особенностях своей компаньонки Галина отчаянно пытается доказать свою независимость. Вы понимаете, что у меня не было большой охоты приходить сюда и встречаться с вами. Ну, раз пришла, так садись. Но я вынуждена была это сделать, потому что только мы с вами можем помочь, Оля. Гущайся. Мы, значит. А с чего это ты взяла, что я хоть в чем-нибудь буду действовать с тобой заодно? Но если дело касается вашей дочери, мы можем объединить наши усилия. Ты кушай, кушай. Поверьте, я очень люблю свою сестру и никогда не была ей врагом. Но враг у нее имится. Понятно. Ну, как ты предлагаешь ее спасать? Ей будет лучше, если Сергей уйдет из ее жизни. Навсегда. Ну, и что ты предлагаешь, убить его, что ли? Ты со мной идешь или нет? Сереж, знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Я, кажется, поняла, кто может помочь. Кому помочь? Мне. Я должна переубедить Олесю. Ты пнешься, это время я искала к ней подход, но так ничего и не вышло. Она все так же слепо верит в своего кумира Снежного. А сейчас у меня появилась идея. Я знаю, кто может вывести ее из душевного кризиса. Моя мама. Моя мама. Моя мама. И вот из-за одного гада погибла вся камера. Моя мама. А он живет себе, ходит по суше, жирует это ни в чем не ругалом. Ну, ладно. На самом деле, по поступку этого человека нельзя судить обо всех моряках. А мы не судим. Пойду. Иди. 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 Что на шеи не кидаешься? Не рад, что ли? Да ты мне за три года так надоел, что тебя еще бы три года не видеть, ты! Павлик, сынок, что случилось? Обидел, что ли, кто-то? Я знаю, почему к нам папа не возвращается. Ты про что это, Паш? Ну, с чего ты взял, что он не хочет возвращаться? Да с того, я бы сам сюда не вернулся. Что ты такое говоришь, сынок? Да правду я говорю, здесь предатель жил. Нам дядя Максим про него все рассказал, как из-за него вся команда погибла. Сынок, не пари горячку. Во-первых, никто не знал, что Петька предатель, но иначе духу бы его здесь не было. А во-вторых, папка не мог знать, что здесь кто-то другой живет. Он же в городе, в карантине, поэтому и не приходит. А Петька здесь совсем ни при чем. А если он знает? Даже если он не знает, ему все расскажут, когда он приедет. И он нас бросит. Сынок. Никто не бросит. Я тебе обещаю. Я все сделаю, чтобы никто не проболтался. Да ничего у тебя не получится. Ему Корнеев все расскажет. Он их капитан. Врать не будет. Это ничего не значит. Да, конечно, значит, Галь. Ты перешагнула через свою гордость. Молодец. Вот и задумайся, ради чего я это сделала. Ради чего я готова наступить на горло своей совести. А, ты, наверное, имеешь в виду украденный кулон, да? Это был шаг отчаяния. Я взяла греха на душу ради тебя. Галь, а ты не просто украла кулон. Ты обвинила совершенно невинного человека в краже. Да какой же это... Хотя я... Я благодарна тебе, что ты... Сделала шаг навстречу к примирению с моей мамой. А, ну только давайте перетирайте быстрее, а то на обед идти надо. Слушай, ты такой геноволь стал вообще, Рожда. Ладно, сейчас, не долго. Слушай, Макс, братишка, скажи мне только, вот так она все по чесноку-то и сказала, все вывалила, а? Не, я хочу, чтобы ты мне как друг сказал, что мне дома ожидать-то? Да от тебя радостная встреча ожидает дома. Я тебя уверяю, никого там нет. Сам увидишь. Нет там огурчики. Побринишься, помолешься. Приведем тебя в божеский вид. София? Слушай, а у тебя, у самого как с ней? У меня? Все хорошо. И у тебя то же самое будет. Ну, погнали тогда, погнали. Ну, надо же. Гордый совсем, как твой папка. Ладно. Сама кашу заварила, сама и буду расхлюбывать. Олежка, я виновата перед тобой. Я причинила тебе... Была мне очень заботливой. Да уж, заботливой. Из-за этой заботы я всегда попадала в просак. Одному помогаешь, другой обижается. Я не обижаюсь. Точно? И не сержишься? Да, конечно. Нет, ты же моя сестренка родная. Но раз ты можешь желать зла родной сестре. Нет, я не могу тебе желать зла. Да, ты же для меня родной и близкий человек. Верь мне. Олежка. Гал, давай мы с тобой забудем эту ссору, как страшный сон. Как будто бы я никогда и не был. Хорошо? Да, мне было так тяжело без тебя. И мне. Мам, мамуль. Хозяюшка, гостей ждем? О! Ой, Игорь, господи! Привет! Как же мы тебя все заждались. Ну, как тебя дома встретили? Да не был он еще дома. Но человеку надо сначала в порядок себя привезти. Принеси там полотенце. Что там еще? Да, конечно. Слушай, ну ты стармех даешь. Ты хитрый, быстрый партизан. Это как ты? Ты не успел дома только объявиться, ты уже нового спиногрыза задел. Когда ты успел-то? Ну, ладно, ладно. Тебе вообще не касается. И шутки выслушивать. Ладно, пойду домой в бритву. Михаил Владимирович, я ей говорила, что вы заняты, но она настаивает. Ну, зовите. День добрый, Марина. По какому вы сегодня вопросу? Да, я это сделала от отчаяния. Ну, я ничем тебе помочь не могу. Я понимаю. Мне просто было очень больно, и поэтому я решила сделать больно тебе. Пожалуйста, обними и поцелуй меня в последний раз. А между прочим, ты всегда была очень строгой, старшей сестрой. Я? Очень строгой. Да. Что ты? Я вот помню, как ты... Как ты заставила мне переписывать всю домашнюю работу по русскому языку, помнишь? Кстати, благодаря этому у тебя хороший почерк. Ага. Да. Да. И еще ты умеешь писать свой винегрет. С тех пор я делала домашнее задание так, чтобы его никогда не приходилось переписывать. Помню. Спасибо. Пожалуйста. Еще ты сидела с Мишкой, когда я бегала на практику. Спасибо тебе. Ну, ты что, мне это доставляло массу удовольствия. Был такой хороший, маленький, пухненький малыш. Да. Не знаю, почему. Не знаю, почему он такой сложный вырос. Да. В нашей жизни было очень много грустного и смешного, но самое главное – это поддержка близких. Да, Галочка, да. Все это только благодаря нашему папе. Да. Если бы не он. Ты знаешь, ведь есть семьи, в которых дети делят что-то, ссорятся. Это ужасно. Ну, это не про нас. У нас такого никогда не будет. Папа, бедный папа, видел бы он, как мы с тобой леем по берегу моря, болтаем на всякой чепухе. Смотри. Смотри, как красиво. Угу. Чайки. Марин, ты обалдела? Я тебе русским языком сказал, между нами все кончено. Иди домой. Миш, ну не отталкивай меня, пожалуйста. Нам ведь было хорошо вместе. Ну, скажи, ну было же. Воспоминания сердца разорвется. Пока. О, ну вот, совсем другое дело. Тебе, слушай, даже идет лучше, чем мне. Забирай, Викарев. Спасибо. Зойке должно. Пойдем. Хватит ерунду нести. Может быть, ерунда. А может быть, не ерунда. Ну, хорошо, воспринимай это просто как мою просьбу к тебе, как другу. Пойдем. Ну, слушай, не было печали. Ладно, пойдем. Когда начнешь там пургу нести, хоть будет кому тебя заткнуть. Пойдем. Пошли. Максим, подожди минутку. Да. А он что, совсем ничего не знает про Петра? Ну, не знаю. Вот лично я ничего не рассказывал. Ну, тогда это хорошо, что ты с ним пойдешь. Ты придержи его, если что. Да ты только представь, Николай, что будет, если Игорь узнает. Тот же меня убьет. Павлик. 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 Совершенно откровенные вещи не замечаешь. Пусти меня. И вот давай лучше вытирай. Мам! Человека нельзя лишать шанса на исправление. Он взрослеет, набивает себе шишки. И становится лучше. Ну, пошли. Марин, твой приход не для всех праздник. И ты сама в этом виновата. Ты так себя зарекомендовала. Но это можно все поменять. Так что не теряй время, переодевайся и заступай на смену. Карина, по сравнению с тобой бревно. Тебе вообще нет равных в этом деле. Я когда в лесу уходил, тебя на одной руке можно было таскать. Да. А теперь он такой. Откормила тебя тут мама-то. Проходи, чувствуй себя как дома. Постараюсь. Да. Ничего не изменилось. Слушай, а где у нас мама-то, а? Либо в магазине, либо на рынке. Знаешь, как она обрадуется, когда придет? Когда нам Максим про тебя рассказал, то она ночами не спала, в подушку плакала. Да. Вот у меня так же. Когда время пришло... А я за мамой сбегаю. Это странно как-то. Только пришел, сразу спать завалился. Хотя ты знаешь, ты прав. Пока мама не придет, я вздымлю немножко. Ты устал с головой, как черт. Слушай, меня простяга. А? Ой, мама. Ой. Бога. И как ожидаю, как я не пытаюсь ее уверить в обратном, что он просто проходимый, с меня ничего не получается, никак не делается. А что ты решила, что у меня это получится? Да я просто в этом уверена. Ну, понимаешь, она просто... Понимаешь, на тебе не спина, не сочетание беком для тебя языки. Ну, это не факт, что у меня это получится. Все-таки такие, как этот Снежный, они едят людям голову дурить. Да. Мне хуже твоей горели. А мне аж просила тебя. Все, все, хватит, все, ладно. Все. Ну, все. Забудем. Давай, рассказывай про эту женщину свою так. Что она, кто. Все, поподробнее. Какой он у тебя прожужливый, оторвать, ну, невозможно. Пусть кушает. Мы из него богатыря вырастим. Он будет высоким, красивым и сильным. Миша приходил сегодня. Только был счастливый, любовансовый. Мама нас будет любить. Пойдем на ухаживание. Ну, все, пора мне его у вас забирать, а то действительно перекус. И гостям тоже пора. У вас скоро процедура. Ты, главное, сама кушай. А то нечего из тебя будет тянуть. Все. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»